Друзья, всем привет! Это кулинария для мужчин и Алексей Пестов. Сегодня собираюсь приготовить очень интересный суп из дичь. Это будет томатный суп пюре из них и утки. Утку предоставила компания дикорецовку там в описании. Будет все очень просто, в чем вы можете убедиться, досмотрев этот ролик до конца. Ну а теперь давайте по традиции покажу продукты, из которых мы будем готовить. Для этого супа нам понадобится дикая утка на 800 грамм, 3 морковки, 2 головки репчатого лука, 3 зубчика чеснока, лавровый лист, болгарский перец, томаты в собственном соку, резанные 400 грамм, далее соль, растительное масло, черный свежемолотый перец и вино. Вино я использую красное сухое, примерно 80 грамм. Можно полусладко использовать. Дикую утку разделаем на порционные куски. Разрезаем ее посередине. Теперь по хребту. Теперь отделим окорочок от грудной части. Утку разделали, теперь тщательно ее промоем. Промытые куски утки хорошенько протрем бумажными полотенцами, поскольку нам в следующем этапе предстоит дичь обжарить. Хорошо нагреем казан, нальем туда растительное масло, где-то пол сантиметра, чтобы закрывалось дно и ждем, когда масло нагреется. Выложим утку кожей вниз в масло. И обжарим бич до образования румяной корочки. Минуту через четыре Утку со стороны кожи подрумянилась. Перевернем куски и обжарим бич с другой стороны. Обжаренные куски переместим в отдельную чистую костюлю. Установим эту кастрюлю на огонь и зальем заранее подготовленным кипятком. Нам необходимо воды налить вровень дичи. Доводим содержимое кастрюли до кипения и будем убирать пену, если она будет, а также излишки жира. Тщательно соберем пену и излишки жира. Он будет пленкой плавать поверх. Выровняем огонь таким образом, чтобы утка не сильно интенсивно кипела. Управим в бульон одну морковку и головку лука. Добавим один лавровый лист и примерно с десяток горошин черного перца. Посолим. Можно это сделать и потом, но я решил посолить сразу. Закроем кастрюлю крышкой и на умеренном огне будем варить утку около одного часа. Пока утка варится, займемся овощами. Нарезаем все овощи небольшими брусочками, кубиками. Это не принципиально, поскольку мы будем все равно делать потом суп-пюре. Болгарский перец. Нарежем крупными кубиками репчатый лук. Чеснок просто чистим и целиком отправляем его к болгарским перцам и моркови. Утка варится ровно один час. Вынимаем все содержимое с кастрюли, оставляем только бульон. Устанавливаем на огонь казань сразу же. Наливаем немного растительного масла и ждем когда оно нагреется. Отправляем в казан репчатый лук. Обжариваем лук до полупрозрачного состояния в течении 2-3 минут. Лук стал полупрозрачным, немножко даже начал подрумяниваться. Отправляем в казан морковь, болгарский перец и чеснок. Обжарим овощи еще минуты 3. Выливаем в казан вино. Потушим овощи с вином минуты примерно 3. И отправляем в казан 400 грамм томатов в собственном соку. Помидоры уже содержат в себе специи, пряные травы. Если у вас обычные томаты, можно добавить итальянские или прованские травы. Чуть-чуть попозже. Хорошенько перемешаем содержимое казана. Через 2 минуты заливаем содержимое казана бульоном. Много не лейте, достаточно чуть больше литра, иначе суп у вас получится жидкий. Перемешаем. Добавим в казан порционные куски утки. Дождемся, когда суп закипит. Закроем крышкой. Убавим огонь. Из 9 я поставлю где-то на шестерку. И будем варить суп под крышкой еще 40 минут. Через 30 минут открываем. Опять вылавливаем куски утки. Пробуем бульон на кислоту и соль. Да. Томаты дали кислинку. Поэтому ее можно компенсировать небольшим количеством сахара. Примерно чайную ложку без горки. Также мне соли мало. Немного черного свежимолотого перца. Потом можно подавать, точнее перчить порционно уже готовое блюдо. Но туда тоже можно отправить. Используя погружной блендер, пюрируем суп до однородного состояния. Получили суп пюре томатный. Смотрите какая у него консистенция. Отправляем кусочки утки в суп пюре. Можно их перебрать, но мне хочется подать прям такие цельные порционные куски к супу. И потомим суп на умеренном огне оставшиеся 10 минут. Томатный суп пюре готов. Наливаем. Такой хороший кусок утки. Немного черного перца. Можно использовать любую зелень. Я решил добавить немного нарубленного укропа. Наш томатный суп пюре из декородки готов. Подавайте его горячим. Обязательно посыпьте зеленью. Зелень придаст этот самый аромат. Может быть даже добавить туда каких-нибудь сухариков. Это же суп пюре. Ну а так в принципе уже съел пару ложек. Вкус супа великолепный. То есть очень такой слегка кисленький, ароматный. Уткой прям вот этой самой болотной темой не пахнет. То есть довольно таки хороший получился бульон. Ну видимо утка такая попалась. Замечательная. Не знаю. Само мясо тоже довольно таки. Ну оно конечно не во рту тает как курица. Но тем не менее жуется прекрасно. На вкус великолепно. Поэтому друзья готовьте. Получайте удовольствие. Если рецепт понравился. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а всем и желаю приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok